дорогие друзья всем привет с вами Валентин Медведь и сегодня я хотел бы поговорить с вами о том как правильно заваривать матэ матэ это парагвайский напиток который делается из специального сырья которое можно легко приобрести в чайных магазинах выглядит это в виде порошка такого порошка вот его мы насыпаем в специальную емкость которая называется колобас колобасы бывают разные в данном случае это керамический колобас который сделан моими руками обожжен при высокой температуре и легко позволяет использовать его для приготовления и питья этого напитка ну что ж начнем для помощи у меня есть вот такая вот ложечка я и зачерпываю порошок матэ ерба матэ как его еще называют вот и засыпаю внутрь сколько нужно засыпать рекомендуют засыпать две трети то есть если разделить колобас на три части то примерно вот столько вот столько нужно засыпать этого порошка почему не нужно больше засыпать потому что он начинает разбухать и это может все выйти через верх ну вот как вы видите достаточное количество засыпано теперь что мы делаем накрываем ладонью переворачиваем вниз и трясем для чего это нужно делать дело в том что когда мы встряхиваем порошок мелкие частицы они оказываются у нас снизу а сверху остаются более крупные более клуб крупные кусочки или листочки правильно сказать теперь мы переворачиваем переворачиваем наискосок чтобы у нас получилась вот такая вот горка для того чтобы пить напиток используется специальная трубочка которая называется бомбилия они бывают разных типов как здесь вы видите сеточкой или же вот мой старый на моя старая трубочка которая раньше пользовался она выполнена также из металла но здесь у нас пружинка вот сейчас я использую вот эту трубочку она в виде ложечки и что мы делаем дальше мы поддеваем внутрь и оставляем ее в недвижимом состоянии то есть не нужно во время питья напитка есть шевелить дальше ну вот это можно вытереть салфеткой или же помыть водой дальше мы начинаем заливать воду воду можно заливать как горячую так и холодную сейчас лето на улице очень жарко и я делаю так ставлю воду в холодильник охлаждаю ее до нужной температуры чем холоднее тем лучше и такой водой проливаю напиток здесь обращаю внимание что маты не заваривают а именно проливают как нужно делать первый пролив первый пролив делается прямо на трубочку вот в эту часть немножко воды для того чтобы там сформировалась определенное состояние влажности и плотности вот дожидаемся пока впитается и проливаем еще по чуть-чуть не нужно заливать полностью до краев и чем дольше мы не будем заливать полностью до краев тем дольше напиток будет отдавать свои свойства что касается полезности этого напитка конечно же вы можете почитать информацию в интернете и и там предостаточно очень много разной там рассказывается про тонизирующие свойства этого напитка он бодрит он дает сил энергии также он содержит огромное количество полезных веществ и витаминов вот ждем когда впитается и проливаем еще немножко видите торопиться здесь не нужно вообще существует целые церемонии когда маты не просто так вот засыпали и пью до создают некую шаманскую такую традиционную обрядовую схему да когда это все последовательно красиво интересно с погружением в дух маты ну что вот уже я вижу что вода начинает показываться вот эта горка она станет остается сухой вот и чем дольше это будет тем лучше ну естественно вы можете регулировать крепость в зависимости от пролива да то есть можно сразу горкой залить и напиток сразу начнет отдавать все свои вкусовые качества существует много сортов различных сортов и способов приготовления этого напитка да то есть этого порошка вот ну я сейчас буду пробовать уже буду пробовать и делать первые глотки не считается дурным тоном когда вы можете слышать вот такие звуки вот потому что это есть в этом есть определенная своя прелесть вот первый глоток я сделал или пару глотков и начинаю проливать снова также неторопливо дожидаясь пока вода пропитается я использую в данном случае родниковую воду можно использовать фильтрованную в общем чем лучше пока по своим качествам вода тем вкуснее будет напиток вот такая вот прелесть что еще хотел бы сказать так как я сам увлечен чайной церемонии до чайной тематикой как видите я пролив мат делаю на чайной доске которую тоже свое время сделал сам и последнее время я увлекся темой маты и начал делать вот такие вот колобасы колобасы делаю из высококачественной испанской глины они все сделаны в одном экземпляре каждый из них неповторим и полностью сделал как я уже сказал вручную есть с орнаментами есть без орнаментов здесь дело на любителя вот мне нравится такой подход когда они так крышечку прикроем чтобы не мешало мне нравится такой подход когда они выглядят очень живо да то есть отпечатки пальцев мастера вот эти вот промятые такие вот где-то вот не повторяющиеся да вот элементы опять же орнаменты орнаменты делаю при помощи отпечатков специальных которые также делал штампиков вот при помощи штампиков которые также сам изготовил в свое время из глины вот здесь вот такой вот трещинки но не бойтесь это трещинки специально сделаны они не сквозные вот после обжига я покрываю молочением это древний способ когда керамика опускается в молоко высушивается и обжигается вторично но уже при меньшей при меньшей температуре если первый обжиг происходит при 1050 градусов то второй обжиг при помощи молочения который он делается при 320 градусов и вот еще здесь один не поместился на чайной доске вот такой вот колобасик видите я даже с нижней стороны делаю какие-то вот отпечатки и рисунки и опять же для того чтобы подчеркнуть что это мастеровое изделие здесь стоит мой штампик автора и мастера вот так же вот хочется сказать что предыдущие партии были вот такими когда горлышко было скругленным теперь я начал делать горлышко в виде воронки потому что это во первых обеспечивает легкость засыпания порошка и во время пролива также вот эта воронка она очень эргономичная такая получается и также помогает легче попадать в воде из термоса или из емкости из которой вы проливаете ну что наверное то что хотел сказать я сказал вам если вам интересно если вам любопытно проникнуться идеи матопития и погружение в этот напиток в эту традицию вы можете почитать по изучать посмотреть множество видео которые также есть в интернете касаемо этой темы если вас заинтересовали мои рукотворные колобасы вот такие вот неповторимые вы можете написать мне обратиться и я помогу вам выбрать свой колобас на этом все с вами был я валентин медведь и я желаю всем хорошего настроения хорошего расположения духа здоровья и всего всего наилучшего всем пока